Уважаемые подписчики! На днях количество тех, кто подписан на канал Хрендяблики, перевалило за 100 тысяч. Кто-то пишет, что это слишком мало для такого канала, кто-то искренне рад, кто-то хочет почаще новых видео, а для кого-то 100 тысяч – это просто цифры. На самом деле, для нас шестизначное число подписчиков говорит о том, что канал работает не зря, находит отклик у зрителей и имеет сообщество единомышленников, разделяющих общие ценности. Хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы с нами. Спасибо за ваши комментарии, лайки и дизлайки. Спасибо за то, что вы не остаетесь равнодушными к темам, которые мы поднимаем. За время работы канала в комментариях к разным видео накопилось множество вопросов, собственно, о самом канале. Кто вы, что вы, откуда взялись, кто вам платит и так далее и тому подобное. Что же, наверное, пришло время познакомиться поближе. Канал Хрендяблики зарегистрирован на платформе YouTube 8 января 2013 года, то есть нам уже почти 5 лет. Начинался канал как сатирическо-юмористический видеоблог в стихах на всякие разные темы, в том числе и на политические. Как вы уже поняли, победила политика в прозе. Но несерьезное название Хрендяблики так и осталось. Впрочем, мы и сами не особо серьезные, как и наши ранние ролики. Первый ролик, ставший по-настоящему вирусным, появился уже во время печально известных событий 2014 года. Через 10 дней после так называемого референдума, проведенного российскими оккупантами в Крыму, на канале Хрендяблики выходит видео «Стыдно быть русским», которое почти сразу же после публикации стало набирать по 50-100 тысяч просмотров за один час. Уже через сутки видео посмотрело более 1 миллиона человек. Так стыдно, когда понятия чести и достоинства у нас, русских, утратили всякий смысл. А если бы слово «честь» что-то значило для нашего президента, то как настоящий офицер, Путин должен был бы застрелиться уже после Норд-Оста. И тогда у России, возможно, был бы шанс. Ну а пока стыдно. Стыдно быть русским. Здесь стоит сделать небольшое отступление. Казалось бы, провокативное название ролика «Стыдно быть русским» и само содержание видео может показаться проявлением русофобии. Так вот, если кому-то так только кажется, окститесь и будьте уверены, да, это действительно проявление русофобии. О том, откуда это взялось, очень лично и не стесняясь в выражениях, рассказано в ролике «Принуждение к русофобии». Город жил своей жизнью и приветливо светился огнями. Мамочки гуляли с детьми, влюбленные целовались на лавочках, детвора гоняло мяч и все думали, что большой беды не должно случиться. Луганск раскачивали изо всех сил, но он не поддавался. Луганск оставался безразличен, пока русские не стали грабить и убивать. Несколько моих знакомых оказались, как говорят в Луганске, на подвале, то есть в казематах бывшего СБУ, где над ними издевались русские садисты. А дальше туристы Путина прямо с крыш жилых девятиэтажек стали расстреливать из гранатометов погранчасть на окраине Луганска, потому что погранцы не собирались нарушать присягу и послали русских на три русские буквы. А после сбили самолет с украинскими десантниками. По городу перестали ездить машины, потому что их стали отбирать на каждом углу. Среди белого дня стали исчезать люди. И не потому, что были типа бандеровцами или правосеками, а потому что их собственность приглянулась какому-нибудь русскому отморозку. Так случилось с семьей моих друзей. Если вы не видели этот ролик, посмотрите. Он дает исчерпывающий ответ на вопрос, кто такие хрендяблики. Так уж случилось, что 2014-й изменил многих, и мы не исключение. Хрендяблики – это очень личная история. Нам не безразлично все, что происходит в Крыму и на Донбассе. Мы далеки от пафоса, но те ролики, которые выходят на канале – это наша личная борьба с несправедливостью, с ложью и лицемерием Кремля. Это контрпропаганда и информационная война с Киселевщиной и российской оккупацией. Как бы громко это ни звучало и не выглядело бы, как бесполезное Дон Кихотство. На самом деле и один в поле воин. Настоящим признанием заслуг видеоблога и его неудобности для кремлевской пропаганды и действующей российской власти является включение ролика «Стыдно быть русским» в федеральный список экстремистских материалов на сайте Минюста Российской Федерации. Я считаю, что это успех. Уважаемые подписчики, спасибо за ваше внимание и интерес к каналу. Предлагаю пообщаться в комментариях. Пишите, из какого вы города и какой ролик считаете самым лучшим. Если у вас есть желание помочь каналу, кликайте по рекламным баннерам в видео и на страницах нашего сайта. Плюс в описании к видео есть реквизиты кошельков WebMoney. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok